ребятки всем привет мы только что приехали станем привет рынка но тут всяких набрали продуктов вот кинза зеленая что там вот лимоны пошли до паски смотрите по 100 рублей тонко шкуры вообще вот сейчас лимоны надо есть 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 ребятки мы съездили на рынок и вы представляете первый раз за весь сезон уже октябрь мы купили нормальные помидоры вот эти за 20 рублей они меленькие видите розовые они прям пахнут за весь год ни разу не поели нормальных помидор вот именно к машине подхож оттуда аж прям запах такой вот помидоров я вот эти мелкие дела я буду делать и сейчас на на youtube баклажаны они не на зиму и так кушать они будут там нужно много помидор и вот баклажаны начнут эти помидорки по 20 баклажанчики у нас по 50 вот есть по 40 но мне вот эти понравится что они вот прям свежие вот а вот эти помидоры такие же только они покрупнее по 40 рублей это у входа на рынок где со стороны на арт-магазин мужчина саула приезжает на машине это его домашние помидоры вот тут я говорю сейчас ребятки раз помою я говорю середина не будет белый а то знаете вот берешь помидора там середина вот ну мы уже там съели один сейчас вот хороший сладкий помидор настоящего прав сладкий от него прям чашелистиком вот этим вкусным пахнет 20 рублей 40 просто по величине здесь 3 килограмма это пойдет на на баклажаны обалденные баклажаны морковку взяли это не оптовка это на рынке вот такая хрустящая свежая и вот появились эти яблоки у нас выращивают у нас есть яблоневые сады яблоко грушевка они конечно медовые вот такие огромные по 60 рублей но мы наверно скоро поедем туда где эти яблоки выращивают там по 25 можно будет купить видите они огромные просто гиганты и все целые ровные что еще взяли взяли в пятерочки мандарины пришли на рынок а уже пошли абхазские мандарины но они зеленые и кислые еще кофе взяли салфетки взяли вот эти самые больше всех нравятся эти салфетки по 40 рублей в пятерочки вот такие макарошки я их обожаю они варятся две минуты и вкусно-вкусно такие пружинчатые масло сливочное там йогуртики всякие шмогуртики детям там кефир взяла вот майкопский а это басику нашему всякие там нямняшки а это уже большинка там это уже муси и что там что там у нас миша вот да ватные диски по 40 рублей вот еще сейчас я вам покажу что ребят а вот виноград взяли по 150 рублей видели на оптовке виноград стоит 60 рублей дамские панчики но он все равно не такой дамский пачка в ташкенте по вкусу не такой но он менее приторный у нас мы маме берем его вот крупный видите кисточки очень вкусно и не приторный а это идет этот сюда кишмиш без косточек это у нас дети такое любит и сейчас смотрите самое что покажу я в жизни такого не видела сейчас пришли на рынок перец в болгарский нужно смотрите перец купили ребятки им убить можно для сравнения вот обычный нормальный перец видите это же я мужчине говорю а как его его там же надо так руками держать сайте вот 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 обычный болгарский перец значит на 600 грамм вышло 2 2 причины вообще да вообще это же вот это же ух как блин я в жизни такого не видела но я с него возьму семена я хоть и не выращиваю но когда я вижу такое но мне это как бы и буду делать баклажаны баклажаны очень вкусный баклажаны ребятки делаю колбасу еще вот смотрите достала печенку размораживать куриной а ее пожарю с яйцами а колбасу вот буду сейчас делать вот шейка свиная можно из любого сделать даже из курицы сейчас все нарежу ребятки я сейчас делаю капусту квашную вот нас на канале да кулинарно вот сегодня третий день вот так я протыкаю ребятки это капуста получается всегда вот мы делаем из зимних сортов капуста видите вот так вот что весь воздух вышел газы все вышли вот они видите и сок весь опускается ведь вот так вот и капуста не получается клёкла она такая хрустящая очень много людей приготовили но есть люди у которых не получилось смотрите капусту я квашу только с каменной солью и юдированную соль не добавляйте у вас будет тряпка у вас будет слизь и все зависит еще от воды вот какая вода будет хлором там если у вас или где много железа тоже будет вода в это капуста будет квашной и вот этот сок видите вот он он не слизкий вот видите слизи нету он конечно не такой как вода он по плотнее вот этот сок но но он не слизкий видите вот он потом этот сок заливается вот сюда в капусту и также здесь видите банка вся полная сока много и вот надо чтобы все вот эти обязательно два-три раза в день протыкать чтобы газы все выходили видите вот этого делать не будете но она будет горчить и капусту когда режьте не надо ее прям тонко мельчить не надо ее прям тонко потом знаете что хочу винегрет пирожки вот обожаю с квашеной капусты он обожаю или просто квашеную капусту заправить душистым растет подсолнечным маслом с лучком с черным перчиком все все и сейчас вот этот сок буду выливать видите капуста видно что не слизкая видите целая всегда получается всегда другие другие способы даже значит хочу этот настолько вкусно и удобно вот с одного кочана я сделала два этого два баллона трехлитровых мы специально сами детей отправили школу и пошли на рынок и купили еще этого перца но смотрите какое я его знаете что ребятки чувствую хочу сделать я его промою я этот что нам почищу семена конечно я себе оставлю потому что это вообще уникальный сорт я даже не знаю что это смотрите вот нога как лапа моя и я и этот перец посушу я буду из него делать паприку ребятки да по 40 рублей сегодня этот перец бог залить и 40 рублей это вот мужчина на рынок вынес откуда вот смотрите какой перец а дальше с его хотите взвешу где пусть сейчас я за него взвешу мне интересно сейчас ребятки у меня здесь я буду варить чиз из квашеной капусты вот сам весен вот что здесь что такое вот перчик один положим вот 317 грамм представляете какой вот 3 перца ребятки 3 перца 932 грамм представляете вот 3 перца килограмм а вот он будет классный вот если паприку сделаю ну попозже покажу как будем делать но на улицу не будем выносить то что на улице уже все ночью прохладно будет гнить моего в сушилке добавляем специи по вкусу перчик да все правильно вот так и добавляю соль и вот это ребятки должна выносить все выносить так чтобы у меня как вот вот когда люля кебаб делают нужно чтобы от мяса отошел вот этот белок вот волокно чтобы он такой стал тягучая мясо вот так вот когда котлеты сделаю знаете вот чтобы яйца не добавлять и фарш нужно хорошо отбить неудобно просто с одной рукой сейчас посмотрю что по специи по вкусу саня держит камеру мне так удобно у меня уже рука вот так вот я ему отбиваю я говорю давай я поскучу не надо что тут сама держит камеру видите вот так вот это на завтраке будет колбаска очень очень вкусно тут уже аромат такой вот эти специи обожаю на именно на такую колбасу еще и добавляю вот воды вот это 100 100 миллилитров на килограмм фарша ой фарша но вот этого мяса видите как волокно какое стало видно да его нужно отбить так чтобы не было вот таких прям вот видите вот кусков прям вот видите как из-под ножа я вот нарезала все это и вот это вот должно быть вот кулачком недолго это делается для того чтобы в колбасе не было вот этих пор дырок все и обязательно поставлю этот мариноваться я любое мясо фарш не фарш на пельмени на манты я обязательно ставлю хотя бы минимум два-три часа чтобы у меня мясо промариновалось видите какой она как через мясорубку но она не но она не через мясорубку она весь и вот кусочками да все накрываешь из крышкой и холодильник ребятки а это вот капуста капуста которая квашеная видите вот она у меня готова три дня видите вот какого цвета не передает блин какого цвета рассол видите он не липкий он не хлипкий сейчас даже если достану видите вот рассол какой вот он не скользкий вот он льется посмотрите какая видите вот не липкая если не слизкая вся готова уже миллион человек там 2 до миллион человек там посмотрели как это делается хрустящая квашеная вот я сделаю домашней курочки и буду делать щи из квашеной капусты это так вкусно вызывает видите вся готовая так-то так что смело ребятки делать с одного вилочка сделала два баллона вкусно-вкусно ребятки и делаю вот так печеночка курирую в кляре видите какая она вкусная как оладушки ну вот она цельная печенка она не дали знаю ничего я просто замариновала хорошо и в кляре а потом на салфетку бумажное полотенце как прожарить здесь у меня капуста клашеная специально делал ночью и вот вот так у меня печеночка в кляре видит какая воздушная вкусная печеночка курина а здесь вот эти щи вот эти они вкусные смотрите на цвет такой они прям вот настоящий я сегодня могу писать и перец какой-то же вообще же вообще же давать чайника перец красавчик да сейчас буду порядок его приводить вообще вообще чайника перец так вот обед делаем ребятки вот устала еще шести не было вырубилась вчера вырубилась устала значит вот сформировала сформировала еще не проснулась колбаски и ставлю в духовке запекаться потом покажу что получится шикарная это даже не колбаска как ветчинка господи как она пахнет вкусно какой у нее запах идет ребятки нитритная соль какая-то да никакой нитритной соли зачем мне этот цвет для дома вот вот шикарная шикарная ребятки обалденно и не разваливается эти супер ребятки вы знаете вот в этом году спрашивали люба покажи как это делают маринованные арбузы вот я вам честное слово говорю за этот год вот сейчас уже сто что у нас октябрь мы ни разу не съели вкусного арбуза в этом году мы ели мы не ели арбузы вот уже сегодня чё у нас 13 что там октября вот я на рынке мужчина стоит я говорю вкусный будет я приеду пол машину у вас заберу потому что все лето ничего не жить как как масло режется не хрустит не лопается не готов вкусный как это как он сказал холодок а этот волгоградский холодок сейчас посмотрим ой а косточек как много сейчас пробую мы пришли опять на рынок вот к дедушке дедушка что это лафант лафан вот он и для иммунитета да он хорошо иммунитет ну ты почитала почитала инжир 150 какой толстый какой мощный не вызывают осложнений побочных понял утверждаю что нет такого заболевания с которым он бы не справился лафант тибетские да как женщин до северной так возьмем лафант и давай сегодня возьмем еще инжир давайте давайте дедушка и вот этот лафант самый такой вот жирненький давайте вот если что вот лафант что это вот ему на стимулятор 50 рублей ага 50 рублей сейчас то взяли два инжира еще вот таких огромных посадим дедуля сколько лет этим инжиром от которому взяли вот это уже второй год и лафант взяли ему на стимулятор спасибо дедушка большое спасибо ребятки я жду когда саня вот саня пришел всем привет этот сбербанк бегал смотрите какой прикол здесь такой есть толп если вот он там и там вот это внимание внимание и там вот радио это вот напротив сбербанка да сань внимание внимание сегодня да вот ребятки я не знаю все это кто-то на этот смыкает это вот слышите ваш он там взять как туда вещает а еще иногда музыку куда-то ребятки смотрите станете георгийская напротив заходишь вот сбербанк а напротив здесь толп такой вот самым шиндер-мундер найти потанцевать можно и новости послушать да вообще супер пупок столб все в одном да то столбе чего только нету все идем магазин за баклажанами икры захотел тебе мало так пишут вы чё с голодного края только крутите до паку вообще вот сам миксели каштаны по 130 рублей зоя что с этими каштанами делать как их кушают а по вкусу какие они ребятки ешьте сырыми каштаны интересно да я никогда их не ела вот этот каштан уже не такой как на улице ну конечно нигде свиней желуди там каштаны это съедобный сайт картошечка по 25 и специи 100000 миллиард капуста по 15 отлично лук по 18 морковка 28 шикарно свежий мой такая морковка пинел линдер а вот что за морковка ребятки вы вообще морковка свекла 20 болгарский красный перец 40 зеленый болгарский 30 масоль 85 цветная капуста 45 вот надо цветную капусту взять слышишь соли яйца так вот чистенькая беленькая сейчас возьмем цветную капусту кабачки по 20 помидоры розовые по 50 а сливки по 35 тоже хорошие крупные виноград по 85 персики 120 мониторинг да вот классные лимоны там кашкуры 100 рублей килограмм а вот ой уже появилась да это фиа 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 хуя а она наверно невкусная да еще зеленая да еще рано 200 рублей килограмм уже можно до яблочки по 60 какие вот крупные и яблоки баклажаны сказали после обеда привезут вот мы сейчас значит просто возьмем перца еще раз сделаем лук дома есть набирай помидоры ой да кстати помидоры на менять вот эти розовые по 50 сливки по 35 можно сливки взять сансер на закрутку до перебрать сливки возьмемся огурчики по 40 рублей наша зоечка капуста вообще классно вот почему эту капусту так продают с этими листьями зелеными то что уже покупая до вес с этими листьями шикарная капустка да 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 помидорки по 35 сливки а за баклажанами тогда в обед придем да и перчик по 40 рублей сколько 299 299 рублей за вот за все вот это вкуснятина сейчас рассчитаем ребятки а мы сейчас вот все сидим ромочка пришел с улицы кушает саня саня нам и перец болгарский сейчас я вам покажу саня подними на стол вот он красавец болгарский видите крупняк он его нам и вот кстати в комментариях писали я вот ссылку дело туда на кулинарный канал не ссылку куда как это называется этот сюжет и сюжет и дело и люди пишут это гмо это импорт и ребятки это не импортный перец этот перец выращивают на станица мужчина видите он какой вот огромный он мисс это настоящий дом это настоящий домашний перец да и семена передают стопроцентную схожесть то есть он очень такой тяжелый большой вот я не знаю с чем его сравнивать он очень большой но лицо у меня не маленькая ребятки вот ребят под лицу нос с с ухом с ухом ухо с ушами видите раз два три три с половиной ухо вот видите вот это вот перчик вот такой вот перец это не гмо и не он еще и смотрите там были вопросы такие комментарии что любая семена продадите мне хоть пять штучек ребятки семян будут тут немного тут только я же раскрывала видели вот только в коробочке по бокам нету но себя все равно будет много мы их переберем посушим зимние каникулы будут я кому нужно будет я отправлю бесплатно это господи это не надо никаких денег ничего оставлю себе я обязательно посажу мы ничего не сажаем но такую как не посадить вот чисто для своего до успокоения да ну как так ну да вот посмотрите какие перцы вот они реально огромные вот я сравнивала вот сравнивала вот подержи вот перец вот огурчик ромочкой кушает ну ты подними пальцы убери сашу твои пальцы и растаряпал и вот огурчик видите вот огурчик он великан он великан и знаете почему брали 40 рублей килограмм мужчине говорю а как вы его выращиваете если по 400 грамм 350 грамм на кусту надо руки удержать это какой адский труд при такой жаре при таком солнцепёке вырастить такой перец и продать за 40 рублей килограмм короче ребятки зимой будут нас каникулы я все это переберу куплю вот эти маленькие полиэтиленовые пакетики замочком зип-зип замочек да а кому надо будет и отправлю ну сколько смогу тут их не сто тысяч миллиард ну отправлю сколько сделал по 5 по 10 штучек по 10 штучек сделаю и кому надо будет отправлю там ближе к зиме мы свяжем сейчас никак сейчас никак не получится у нас перегруз его достали сушилку с вами достал и в следующем видео уже будем этот делать покажется они как это все делать все ребятки шиндер мудр будет вести саня у нас в этот раз он видео снял он монтировал сколько сайт его по времени 12 часов почти до 12 часов ребятки не так он думаю блокер снимает ходит себе с телефоном монтирует не спит не есть ничего а это труд адский это адский труд вот он с ним столкнулся 12 часов у меня он съел все мои нервы я испортила ему и сердце короче тут было вообще ужас что но он 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 в процессе он учится но 12 часов для монтажа это представляете это все дела делали то что именно конкретно все 12 часов но там он поспал и покакал и попукал и в итоге вышло 12 часов ребятки это не дело санечка нет 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 ну вот будет стараться все же чему-то учатся да сань конечно да вот эта трясучка там вот такая была знаете этот трясучка я как увидела это такого видео мутная все надо вот это стеклышко протирать санечка на нет нет камеру все ребятки пошли мы прошу пошли мы этот сушить перец ромочка давай быстро дай нам кто нужен в следующем видео санечек google сделает перец покажет как делал паприку то что паприка продается вся мешаная крашеная с добавлением кирпича красный кирпич труд вот купите пачку паприки залить ее в косушку ну в глубокую тарелку водой холодной водой и вот потом возьмите ложкой на дно вот так вот по дну но вот так поделать у вас там будет внизу скрип ну какой будет скрип у перца и вот чтобы высушить и продать сколько там короче это 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 не паприка вот то что про мне химозу есть нельзя я перешла я не покупать при колбасу или покупайся кухни моды колбасу делаю дома и всякое такое даже я теперь мясо отмачиваю воде потом с него готовлю потому что и овощи также и овощи также да вот мы были у гастроэнтеролога но это сейчас пока вот у меня вот это вот все что у меня в организме слава богу слава богу все хорошо но хлеб ем ела до вчерашнего дня сегодня опять не но саня потом следующем виде пока что в этих хлебцов набрали как с голодного края будем на сухарях все ребятки закругляемся то уже такое видео то она уже будет час наверное даже не знаю сколько будет посмотрим да тебе интересно наше видео смотря я вчера чуть не вырвала твое смотреть сколько он там монтаж это дело вырезал он под навесом там этим бегает бегать показывает одно это это не пойдем оказывает по как ну да я там я я тиран ребят если ну надо же изначально же правильно учиться правильно сами ну да они вот этому там ну такой был ребятки там дальше там все так только это стал игрушки включить и все засыпать но молодец там похвалили ежедневные съемки санек у нас будет блокером все ребятки всем спасибо за просмотром за просмотр следующих видео а сказали у тебя хорошая речь без слов паразитов это не как я да ребят я хала махала шиндер мудр нет почему паразиты все равно они сюда но он еще стесняется разговаривать поначалу я вообще свой голос не не могла слушать мне вырывать хотелось от своего голоса он такой мерзкий авто он привыкла ты чего самый лучший голос мире да ребятки надо любить себя все ребятки следующем видео санек покажет как делать вот эту паприку шмаприку все всем спасибо за просмотр всем пока пока всем пока всех целую